В связи с поручением государства по программе 2 миллиардов деревьев, мы ежегодно производим увеличение питомников. Вот в прошлом году разбили новый питомник, площадью тут 0,8 гектар, огородили, проверили почву. Для воспроизводства лесов нужны качественные семена. В Пресновском лесном хозяйстве Жамбылского района их производят самостоятельно. Ежегодно мы производим увеличение нашей посевной площади и собираем семена березы. Вот в этом году собрали 520 килограмм березы. Семена были обследованы, отправлены в Кахшатаусскую лесосеменную станцию, где кондиционность у нас показала первого и второго класса. Семена будут высеяны на временных питомниках, в трех лесничествах. Собирают семена обычно в августе лесничьи. Они же очищают, сушат их и отправляют на экспертизу. Площадь Пресновского лесного хозяйства 30 тысяч гектаров. Сюда входят Кладбинское, Пресновское и Троицкое лесничества. Часто его посещают школьники. На специально отведенном гектаре организован школьный питомник, где юным натуралистам рассказывают об окружающей среде. Ничего на свете лучше нету, чем спасти от гибели планету. Будет лес, любимый свежий зелен, эту радость мы с тобой разделим. Каждый год выезжаем либо в заповедную, как раз таки в питомник, и мы высаживаем деревья. Также мы высаживали деревья буквально в прошлом году около въезда на Пресновку. На самом деле, эта деятельность очень полезная для озеленения нашего края, потому как это будет улучшать экологическое состояние нашей природы и нашей области. Ведет кружок лесничества учитель географии Пресновской общеобразовательной школы-гимназии имени Ивана Шухова Валентина Шаупина. Ежегодно мы ездим в город Петропавловск на форумы для слет лесничеств. Последние два года были у нас призовые места, вторые места занимали. Также у нас есть призовые места в конкурсе краеведов. Руководит Пресновским лесным хозяйством Сейджан Курлиутов. А лес для него целая жизнь. Посвятил этой сфере почти 40 лет. К дню работников леса мы завершили основную сельскохозяйственную работу. Это, например, обработка милизованных полосу, стройство. Сегодня мы 100% выполнили. По посланию президента задача была 21-25 посадить 2 миллиарда деревьев. Мы полностью выполнили посадку леса и по количеству, и по гектару. У нас 1 миллион 220 тысяч. Это 202 гектара. У Сейджана Калыковича есть хобби. Он коллекционирует рога животных. В его кабинете висит лишь малая часть. Особые есть другие, такие красивые, которые смотрятся. Охотникам, игрям я всегда заказываю. Мне интересно вот это все собирать, коллекционировать. Очередной летний сезон здесь завершили с хорошими показателями. Ни мелких возгораний, ни пожаров не было. Отчасти это благодаря современному материально-техническому оснащению. Скоро зима, но и в это время работы хватает. Развоз кормовых веников для животных, борьба с браконьерством и другое. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК.